Утро от первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, включили до тускового пояса. Изопринято, уезжаем. За минувшие сутки в городе произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 5 человек. В 4 часа дня аварию полицейские зарегистрировали на углу улицы Желтоксана и Аймаутова. Здесь в дорожно-транспортном происшествии пострадали автомашины Kia Cerato и Mercedes-Benz. Как рассказали очевидцы происшествия, оба автомобиля двигались по улице Аймаутова. Mercedes в сторону проспекта Таукихана, Kia во встречном направлении. Столкновение произошло в момент, когда Kia сворачивала налево на улицу Желтоксана. За рулем Mercedes ехал мой сын. Он двигался со стороны рынка Айна в эту сторону. Ему, как и Kia, горел зеленый свет. Но неожиданно перед ним, не пропустив машину, Kia повернула. Сын не успел затормозить, и они врезались. Я вот только услышал и приехал сюда, чтобы узнать, в чем дело. От удара лобе автомашины развернуло посреди дороги. В результате ДТП травмы получил водитель Mercedes. Его бригада медиков госпитализировала в больницу скорой медицинской помощи. Оба автомобиля получили серьезный материальный ущерб. Сейчас подробности этого происшествия выясняют дознаватели административной полиции. Еще одно ДТП произошло в 9 утра на углу улиц Казабекбе и Торикулова. Здесь столкнулись автомашины Nissan Premier и Toyota Camry. Как рассказали свидетели, автомашины ехали в перпендикулярных направлениях. Toyota по улице Торикулова в сторону улицы Деваева, а Nissan по Казабекбе, направляясь к улице Мамедовой. Столкновение произошло в центре перекрестка в момент смены сигнала светофора. От удара премьера вылетела на обочину, едва не врезавшись в столб. К счастью, в аварии никто не пострадал, но оба автомобиля понесли серьезный материальный ущерб. Впрочем, в ДТП полицейских участники аварии решили не привлекать договорившись о возмещении ущерба между собой. Сотрудники Байдебекского УРВД поставили точку в деятельности группы конокрадов на протяжении нескольких месяцев, промышлявших кражей скота в этом районе. На днях сотрудники полиции задержали последнего члена группировки. Первые участники преступной группы были задержаны год назад. В мае 2013 года пять человек, жители аула Актаз, обратились к нам с заявлением о краже пяти лошадей. По этому заявлению была организована следственная группа. Через месяц в ходе оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена группа людей, которые перевозило четырех краденных лошадей. Четверым преступникам тогда удалось скрыться с места преступления, но одного сотрудники РУВД задержали. Позже задержанный дал показания на других членов преступной группы, которые были объявлены в республиканский розыск. Задержали их в конце 2013 года. Все это время они скрывались в Алмате и Таразе. Как выяснилось, в группе насчитывалось шесть человек. Все они были жителями села Жузалы Жамбульской области. В конце 2013 года мы задержали троих членов группы. В 2014 году еще двоих. Они полностью признались в совершенном скотократстве. Всего было похищено девять голов скота. По первому факту, где было похищено пять лошадей, ущерб оценивался в 1 миллион 160 тысяч тенге. По второму факту, кражи четырех лошадей в 1 миллион 60 тысяч тенге. Последний барын Тачи был задержан в Алмате уже в ноябре этого года. К тому времени пять членов банды были осуждены районным судом к различным срокам заключения. Сейчас последний задержанный заключен в изолятор временного содержания. Ведется следствие, материалы которого также будут переданы в суд. Сотрудники Инвикшинского Акимата и полицейские местного УРОВД провели рейд по несовершеннолетним, в позднее время пребывающим на улицах города. Согласно закону, подросткам до наступления совершеннолетия запрещено появляться без сопровождения взрослых на улицах после 11 часов вечера. «Такие рейды мы проводим для безопасности самих детей. В позднее время ребенок на улице может подвергнуться чьим-либо преступным действиям. Помимо этого, мы таким образом проводим и профилактику преступности среди несовершеннолетних. Сегодня мы проверяем места, прилегающие к барам, игротекам и кафе на улице Сухебатера. В ходе рейда мы задержали одного несовершеннолетнего ребенка, пребывавшего на улице без родителей. Мы вызвали его родителей, чтобы предупредить о нарушении административного законодательства. В этот раз полицейские сотрудники обнаружили лишь одного ребенка, нарушившего детский комендантский час. Его родителям будет вынесено пока предупреждение, а в случае повторного нарушения – административный штраф. Всего же с начала года сотрудникам Микшинского Акимата и РОВД провели 140 таких рейдов, в результате которых было вынесено 699 предупреждений. В 96 случаях родителям были выписаны административные штрафы.